Никита Джигурда надеялся получить многомиллионное имущество покойной подруги, безнесвумен Людмилы Браташ, еще полгода назад. Однако эпатажному актеру не удалось осуществить задуманная сестра Людмила делала все, чтобы это дело затянулось на неопределенный срок. Светлана Романова добилась своего, Джигурда до сих пор не вступил в наследство. Однако артист, который доказал свою непричастность к смерти Людмилы, настроен решительно. По словам Джигурды, он будет ждать столько, сколько понадобится, думаю, дело надолго не затянется, и уже летом станет точно известно, кто является главным претендентом на имущество Браташ. Романова может быть причастна к смерти Людмилы Браташ. Во Франции уже завели уголовное дело, уверенно заявил он в беседе со Стархитом, подобные расследования ведется. И в России продолжил, Джигурда выяснилось, что за год до смерти Людмила купила Лексус за 5 миллионов рублей. Машина была записана на имя водителя Дмитрия Куронова, который был в последние дни жизни с Браташ. Так что он тоже проходит в качестве подозреваемого по этому делу в деле об убийстве Браташ не поставлена точка фото. Личный архив к слову, сейчас Никита находится в Франции вместе с Мариной Анисиной и детьми. Осенью пара планировала сыграть свадьбу во второй раз, однако торжество пришлось отложить из-за судебных тяжб, связанных со смертью и наследством Людмилы Браташ. Возможно, праздник пройдет уже летом. Наша свадьба с Мариной будет апофеозом победы в этом нелегком деле, рассказывал скандальный артист. Хотим устроить пышное торжество за границей в одном из старинных замков Шотландии. Здесь проживают мои родственники, либо в Дании. Обязательно проведу прямую трансляцию в Инстаграме или по телевидению. После этого буду настаивать на третьем ребенке. Думаю, Марина не будет против. Что касается Романова и Куронова, то пока они не комментируют историю с судами и предпочитают сохранять нейтралитет. Клэс Поуст 619 500 подписчиков.